Кстати, мелкое апропол, недавно Скобеева устроила истерику, плакала практически на своем канале, ее успокали мужики, когда она сказала, что, по ее сведениям, в небе Украины уже действуют американские самолеты F-35. Вот, и Москва оказалась в тяжелейшем положении. Весь ее психологический арсенал, угроза, ведь действительно, вся администрация Байдена, сейчас справедливо мы критикуем, конечно, Трампа, Мерзавца, который блокирует американскую помощь, но нельзя забывать о вине Байденской администрации, которая на каждый новый этап технической помощи шла с громадным запазданием. И слушайте, если бы та помощь, которая сегодня есть, даже бессмертно, ну то, что в конце концов дали, танки, бронетранспортеры, если бы они были даны летом 22-го года, во время Херсонского и Харикского наступления, когда русские еще не успели построить линию обороны, все бы кончилось, все бы кончилось еще тогда, полным поражением России. Поэтому ответственность за вот эту ситуацию, которую поставил под угрозу вообще без свободного мира, несет американский политический клад в целом. Поэтому Европа уже не дожидается дальнейших подарков от Америки и берет дело своей защиты и дело победы свободного мира над агрессорами в свои руки. Вот такие события невероятного масштаба разворачиваются сегодня и завтра, послезавтра в Вашингтоне, Париже и Берлине. Андрей Андреевич, на мгновение вернемся в Вашингтон. Слушайте, сегодня издание The Hill, ссылаясь на спикера Палаты представителей Джонсона, пишет о следующем. Соединенные Штаты Америки разрабатывают новый законопроект, в котором поддержка Украине будет предоставляться в форме кредита или ленд-лиза. Еще раз повторюсь, об этом пишет The Hill, ссылаясь на Джонсона. Он существенно отличается от проектов с 60 миллиардами, которые постановил Сенат. Джонсон считает, что новая схема позволит помогать Украине не за счет налогов американцев. Это очередная выходка Трампа. Ведь понимаете, в чем дело? Ну, теоретически, если бы сегодня была представлена помощь, вот такая разница в Украине, ну, займы там, все равно после победы благодарное человечество заплатит по любым займам. Неважно. Важно оружие сегодня. Не для этого введен этот закон. Понимаете, три месяца они протаскались, рассказывая, что мы за Украину, тот же Джонсон, нужно включать положение в границе. Три месяца им верили, демократы пошли, создали компромиссный закон, они его провалили. Сегодня вот эта инициатива Джонсона под лица, она связана как раз с угрозой о том, что сейчас собираются голоса за готовый закон, который заставит завтра дать сколько там, 65 миллиардов Украины. Ну, я уже сказал, если объявилось сегодня в этом ролике рекламным действиям, ну, осталось 5-6 голосов республиканцев найти. Причем, в чем подлость эта ситуация, что масса людей, они, большинство республиканцев идеологически всегда поддерживали помощь Украине, просто они сейчас запуганы Трампом, они буквально запуганы тем, что они потеряют свои местечки в Конгрессе и готовы предать, уже предаться не только Украине, это предаться всего западного мира, что поняли в Европе, предаться самих Соединенных Штатов. Это новая штучка Джонсона, чтобы не допустить вот это, убедить своих, он же не может сказать республиканцам, не голосуйте, вот это идет борьба вот за 5-6 голосов, которые к этому петишен, дешевш петишен, он же не может сказать, помощь не надо давать Украине, не голосуйте, нет, он говорит, да я опять за помощь, но я за то, чтобы это не было за счетного владения. Это затянет еще на месяц новое обсуждение, а когда будет подготовлен новый проект, значит, они придумают, что это третье или четвертое, это задача затянуть, затянуть до прихода Трампа к власти, то есть затушить Украину. Очень правильно сказал, сказал этому подлецу Туск, что на его руках уже кровь, десятка тысяч украинцев, и он собирается продолжать этот свой кровавый бизнес. Или найдутся еще 5-6 республиканцев, которые поддержат эту петицию, и вообще честь Соединенных Штатов будет спасена, или Соединенные Штаты через 2 дня можно считать ушедшими с мировой арены не только как лидерами свободного мира, но как рэгановская партия боится проголосовать за победу свободного мира над тиранами, только потому, что это угрожает, Трамп угрожает вмешаться в праймере делегатов из этого гнидих прохода. это позорище для американской политической системы для политической в целом. Если хотите, мой прогноз, я думаю, что все-таки в ближайшие дни этот закон будет утвержден, но в Европе уже не собираются зависеть от случайности поведения в американском конгрессе. Европа сегодня и завтра объявит, что она берет в свои руки ответственность за судьбу свободного мира и за судьбу своих стран и тех же Соединенных Штатов, поглядших в этом политиканстве. Еще одно тревожное и это, мягко говоря, заявление сделал Орбан, который заявил, что он встречался с Трампом во Флориде, по-моему, и тот ему якобы сказал, что у него есть план, как прекратить эту войну. И он очень простой. Он, когда станет президентом, не даст ни копейки Украине. Ну, что он нового сказал? Он этим уже занимается пять месяцев, еще не будучи президентом Соединенных Штатов. Это я еще подпишу. Они же работают синхронно сейчас Путин и Орбан и Путин и Путин и Трамп. Сначала посланник Трампа Калсен, самый близкий к нему человек, посетил Путина, а теперь Орбан, человек полностью мафиози, у которого громадный компроманс 90-х годов и Путина и полностью манипулирует Путин. Он посетил Трампа и передал ему ответное послание. Это два человека, два врага Соединенных Штатов, два врага свободного мира, они работают синхронно. И это поняли в Европе сейчас. Судя по всему, Андрей Андреевич, это уже в заключение у вас прошу, не все поняли. Знаете, почему я делаю такой вывод? Потому что, во-первых, сегодня вновь голосовали резолюцию, которая позволяла бы предоставить нам немецкий Таурус, ее провалили, то есть не проголосовали, и более того, вот издание Бильд перед нашим эфиром пишет следующее, заморозить войну в Украине призвали в правящей партии Германии. Такое заявление прозвучало в Бундестаге во время дебатов как раз по поводу отправки в Украине Таурус. Лидер фракции похвалил канцлера Шольца за, цитирую, ответственность, благоразумие и баланс. Конец цитаты. Ну, что значит правящая партия поддержана? Какой-то депутат поддержал? Нет. Во-первых, я сошелся на Макрон. Он многое зависит от запчастных встреч в Берлине. Макрон сказал, что Берлин наш поддерживает на 80%. Ну, что я хочу сказать за счету Берлина, если по объемам военной помощи и финансовой помощи в Украине Германия опережает все европейские страны и вообще-то это так. И вчера вот у него какой-то пунктик у Шольца с этими гребанными Таусами. Кстати, голосование все время инициировали христианская демократическая партия оппозиционная, которая требует передачи. вот это похвальбу произнес один из членов социально-демократической партии видимо левого крыла. Но в целом Макро вчерашнее выступление Шольца оно было очень по-украински. Он даже сказал, черт возьми, мы должны за всех средств поддержать Украину. И Шольц собирается приехать в Киев. В общем, можно поставить ему Германию сейчас четверку с плюсом возле заключения этого самого Ставроса. но Ставросы сейчас если пройдутся идеи Макрона с самолетами и вооружение их большим количеством Стромшейдера и Скарс реализуется, обойдемся без Ставроса. Хотя я не исключаю, что Макрона убедит немцев продавать Ставросы. Да, Ставросы у них какая-то ну вот этот почему-то чего-то он боится. Стромшейдера